Детский фольклорный народный ансамбль «Лупава» Калачевского дворца культуры юбилейный поздравляет вас с новым 2021 годом и Рождеством. Желаю вам счастья и хорошего настроения. Наш коллектив занимается возрождением и сохранением народных традиций. И пусть условия не позволили нам сегодня собраться все вместе, но мы предлагаем окунуться в историю маленького уголка России, Калачевского района. В старину самым веселым и радостным был праздник Рождества Христова. Веселье длилось от Рождества до Крещения, а предшествует ему сочельник. Проводили святки везде по-разному. Вечером с 6 на 7 января в наших краях не наряжались. После первой звезды ходили к родственникам в гости с угощением кутей и распеванием каляда. Ой, каляда, ой, маляда, ты где было, коней пасла, а где кони за врата ушли, а где брата вода унесла, а где вода быки выпили, а где быки в отресня пошли, а где тресня, где в кивылом моли, а где деда, за мужья пошли, а где мужья пошли, а где мужья пошли, все надкоси, а зачем косить, малых детушек корми, на дубья сажать, желудья ошибать. Ой, каляда, ой, маляда, я девчерочку гоню к Иванову двору, а Иванова жена пироги и пекла. Кто не даст пирогам, мы корову за рога, кто не даст пышки, там у лоб шишки, открывайте сундуки и доставайте пятаки, кто не даст пятачок, мы корову на бочок. В селе Новомиловатка, Калачеевского района, на Рождество Христово рано утром ходили по домам мужчины, брюшевалы, поздравляли с рождением Христа, заходили в дома со словами. Горобчик летив, хвостиком вертив, а вы, люди, переймайте, по копеечке давайте. Хозяева их одаривали и угощали, а в селе Семеновка Калачеевского района, накануне Васильева дня, 13 января, девочки с вечера миланковали, то есть читали под окнами Миланки, и все знали, что этим подразумевается близость весны. Миланка ходила, Василька просила, Васильку, мій татко, пусти меня в хатку. Я жито вязала, чесний хрест у руках держала, радуйтесь, люди, Христос буде, Богові свічку ставте, а нам пирога дайте. Не до степы рога, мы быка за рога, да продамо за шажет. Купим бережок, поседаем кружок, да зиму бережок. Молодежь в этот вечер наряжалась. Все ходили по улицам с распеванием калядок. Вечер с 13 на 14 января в селе Манино Калачеевского района назывался Васильева каляда. Ходили по 5-7 человек, гуртом, в каждый двор с песнями да щедровками. Здравствуйте, хозяй с хозяюшкой! С Новым годом, с новым счастьем, с новым здоровьем! Чтоб поросятки водились, горшки не бились, Чтоб богатым был круглый год, Новый год! Хозяева всех щедро угощали варениками, конфетами, Иногда деньгами, пампушками, перопичкой, брусаками. Выпекались эти вкусности из кислого дрожжевого теста. Домой давали обязательно густую кашу и по колечку домашние колбасы. В зажиточных семьях иногда могли угостить брашкой. Угощения складывались в мешок, механоши. А были такие дома, в которых жили сироты, бедные. А даривать ряженых было нечем. Их просто благодарили. Были и такие хозяева, которые в дом не пускали ряженых. После по селу ходили разговоры, что в этом доме живут недобрые люди. В селе Семеновка Калачейского района 14 января до восхода солнца ходили в дома мужчины. Женщинам, первые в чужой дом, было заходить нельзя, ныгодилась. Пришедшие в дом бросали пшеницу в святой угол со словами. Рады Божи жита, пшеницу, на всяку пашеницу. Та здравствуйте, та с Новым годом, та с Василием. Хозяева их одаривали. Всю зиму молодежь собиралась на посиделки. Обычно у какой-нибудь вдовы или пожилой женщины. Парни приносили топливо, девочки приносили продукты, семечки. Ребята играли на дудочках, ложках. Позже появились гармони, балалайки. Девушки рукодельничали и пели песни. Девушки рукодельничали и пели песни. Девушки рукодельничали и пели песни. Ребята играли на дождь и пели песни. Девушки рукодельничали и пели песни. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ